Привет всем! Наш сегодняшний сюжет посвящен Дню работников радио, телевидения и связи. А давайте для начала разберемся, кто имеет право его отмечать. Телевидение. Люди, работающие на телевидении. Радио. Люди, работающие на радио. Пока все логично. Связи. А давайте-ка мы сейчас и разберемся, кто наши главные связисты. Всем известно, что людям еще до нашей эры был важен обмен информацией. И ничего лучше, чем послать гонца, они не придумали. Потом все же надоело самим бегать и приносить известие. И они нашли хороший выход. Специально обученные голуби. Человек развивается и создает автомобиль, который в несколько раз облегчает и ускоряет доставку в святая святых марок и писем на почту. Но с появлением интернета понятие «письмо на почте» обрело двойной смысл. Впрочем, это уже совсем другая история. Я хотел написать письмо на почту для разрешения на съемку. Мне сказали, что ответ придет приблизительно в течение месяца. Но не уточнили, какого года. Собственно, как и принято на почте. Так давайте просто у наших горожан спросим мнение о работе наших связистов. Почтальон ко мне не ходит, к сожалению. А вообще-то я с почтальоном со своим незнаком. Просто класс. Почтальон. Почтальон. Телеграсс. Как бы вы хотели поздравить наших почтальонов в день работников связи? Сегодня день работников связи? Им надо было бы добавить зарплату, я думаю. Комбратурию. А что, и подарки надо делать? Издеваетесь, какие было подарки? Велосипед. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Вот мы и узнали, кто наши главные связисты. И от тебя я бы хотел поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Все предстоятные из-за Одессы. Друг для любви и любви Одесса.